Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо, и сегодня я продолжаю играть в Супер Ворлд Бокс, друзья, сегодня мы с вами продолжаем наблюдать за развитием нашего замечательного мира, который мы, кстати, бы так и не придумали название, ребят, в описании, пожалуйста, название придумайте. Ну а сейчас я вам порекомендую один годный канал. Хочу рассказать вам про новый канал с интересной подачей видео, монтажом, двумя ведущими и многим другим. Авторы отвечают на комментарии, снимают Супер Ворлд Бокс и вскоре планируют разнообразить контент как минимум одной игрой. А вот какой? Хм, ну можете сами перейти и посмотреть. Ссылка в описании. Подписался я, подпишись и ты. А, в общем, друзья, смотрите, что у нас происходит. Содни, ребят, сегодня начнутся наконец-то боевые действия. Я вам это обещал в прошлой серии, хотя не помню, обещал я вам это. Давайте мы вообще на Play нажмем, почему Play не играет. Все, ребята, 200 лет нашему миру, 4356 человек здесь живет, уже 4381. Смотрите, ребят, мир растет просто как на дрожжах, просто как на дрожжах. Так, мне еще вы посоветовали, кстати, не убирать старые дома разрушенные. Якобы из них люди и, ну, всякие дворфорки и так далее берут ресурсы. Кстати, смотрите, здесь еще одно дерево не убито. Но на город Бивинск, как вы помните, в прошлой серии было совершено деревянное нападение, да, назовем это так. Деревянное восстание. Так, ну, ребят, я думаю, что сегодня будет что-то жесткое. Смотрите, кстати, Красное Братство, оно уже перешло за реку. Они вот тут, смотрите, ребята, вообще они весь этот остров, весь этот полуостров просто забрали себе. И вряд ли они сюда в ближайшее время кого-то подпустят. И, как вы понимаете, ребята, это очень страшно. Главное, да, даже не то, что они сюда кого-то подпустят. Они сами себя еще вот сюда перенесли. Ребята, вы видите, смотрите, прошло только минута видео, и уже на 400 человек больше. Кстати, здесь кто-то кого-то жжет. Смотрите, а это, походу, эльфы пришли. Да, смотрите, эльфы, конечно, не хотят пускать к себе Красного Братства. Кстати, и здесь, смотрите, битва. Смотрите, ребята, ребята, смотрите, просто тройная битва между эльфами, между дворфами и между орками, которые здесь соединились. Зареченск, кстати, дорогие друзья, горит. Я переименовал, да, это Зареченск, это Волосинск. Ну, Зареченск, я думаю, понятно, потому что здесь у нас река. Здесь, ну, естественно, за рекой будет город Зареченск. В принципе, ничего сложного, я думаю, что в этой арифметике, так скажем, нет. Так, кстати, этот город я еще не переименовал. Ладно, потом переименуем. Так, что здесь происходит? Город Отерил, как вы видите, находится под осадой, под осадой эльфов. Ну, я думаю, что эльфов отсюда выгонят. Хотя в Отериле уже ни одного дома нет. Да, происходит жесть какая-то. Зареченск в огне, Зареченск горит. Не знаю, будут ли его тушить. Так, ладно, что там происходит с Соколи, кстати. В смысле, столица? Это столица чья? Не понял. Чья это столица? Королевство из одного человека? Это как? Причем цвет у них точно такой же, если я не ошибаюсь, как у этих ребят. Могу ошибаться. Это как вообще? Откуда ты взялся здесь? Мужик. Ну, ладно, хрен с ним. Я думаю, что его быстренько... Я думаю, что его быстренько порешают. Так, вроде здесь разобрались с деревьями, все нормально. Да, друзья, ну, конечно, битвы за земли, это что-то... Это что-то жесткое. Я думаю, что скоро начнутся... Кстати, смотри, здесь еще один город. Я думаю, что скоро начнутся баталии самые настоящие. Зорен. Так, не так пишу. Тихо. Зорен. Ререк, Зано, Ридос, Зорен. Капец, у них название, конечно. Парет, Козор, Тоднок. Так, ребят, я как будто бы сейчас сказал какое-то заклинание и что-то произойдет. Мне, кстати, еще посоветовали сделать какой-нибудь остров огнедышащих этих, как его, демонов. Но я не знаю, я пока что не хочу его делать. Мне кажется, пока что еще, друзья, рано. Так, что здесь происходит? Все, мужика отсюда выгнали. Давайте посмотрим на статистику наших королевств. На первом месте Новая Соколья. 1300 человек. Они просто... Ребята, Новая Соколья, это, конечно, жестко. На втором Говское Графство, Красное Братство. О, Говское Графство, Красное Братство. Я как сказал? Я, по-моему, так сказал. Багрийская Империя, Новая Аркляндия, Священная Элефония и Дворфы Запада. Священная Элефония, конечно, там у них не самое лучшее расположение между двух огромных империй, между двух огромных королевств. Вот реально, кому хорошо, кто сам по себе живет, у кого, вон, курочек себе делают, это самое, кроликов и так далее, это Дворфы Запада. Они тут себе живут за пустыней, о них вообще никто не знает, они там живут себе спокойно. Хотя вот эти вот пацаны, смотрите, они немножко уже тут в сторону них, в сторону их, в сторону них строятся. И это может быть ошибкой, не знаю для кого, но это может быть ошибкой в любом случае. Так, Зареченск горит, здесь просто горят уже поля, леса, здесь все горит. Здесь, смотрите, что пришли эльфы, просто дают, так сказать, дают под зад Дворфу, потому что нечего, да, они говорят, вон отсюда, вон отсюда красные эти, ушлепки. Ну, это они так говорят, я так не считаю, конечно же, потому что, ну, я вообще ничего не считаю, я считать не умею. Так, но мне нравится, ребят, мне все-таки нравится вот как вот эти ребята, серенькие, козор, как они в итоге действовали. У них сначала был козор-козор-козор, потом они, хопа, сюда высадились, здесь кто-то пытался, пытался быть. Во-первых, они отсюда племя Фасос сначала выгнали, да, во-первых. Во-вторых, потом они всех отсюда выгоняли, кто сюда пытался приезжать жить, и в итоге у них здесь уже четыре, четыре города, точнее, один город и три таких, да, деревушечки. Почему бы и нет, это круто. Вот здесь, кстати, Энгульм тоже хорошо себя оттяпал территорию, но я думаю, что здесь будет не очень хорошо. Кстати, смотрите, опять, опять коммунисты сюда пришли, на этот остров. Так, сюда идет какая-то женщина, женщина с топором, не, она идет мимо. Хорошо, ну то, что вот здесь все горит. Так, эльфы, эльфы, вы же это самое, давайте, вы там не борщите, давайте-ка, вы же умеете тушить. Давайте хотя бы в эту сторону потушите. Вот так, я думаю, будет в самый раз. А Волосинск и Зареченск, к сожалению, ладно, давайте дадим им какие-нибудь мини-огнетушители, пусть хоть чуть-чуть потушат. Попытаются, по крайней мере. Так, тушим, 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 тушим. Так, нормально, правда, полная жесть здесь. Зареченская Волосинск, короче, просто, просто им сказали, так, либо вы уходите отсюда, либо мы вас нахрен сжигаем с потрохами. Ну, в итоге они выбрали сгореть, к сожалению. Так, Братск, 232. Кстати, где у нас самый большой, какой у нас самый большой город? Где это смотреть? Это смотреть, по-моему, вот тут. Так. Самый большой город по населению Братск. Да, ребята, смотрите, красные-то, ребята, красавчики. А самое большое поселение по, видимо, я не знаю почему, по размеру Соколов. Я не знаю, вот 80, 80 чего? 80 домов, а, может быть, 80 домов. Кстати, возможно, 80 домов. Может быть. Так, еще хотел, подождите, еще хотел статистику посмотреть. Возраст мира 210 лет. То есть мы уже с вами, ребят, за несколько минут уже 10 лет отыграли. Вот, прикиньте, если бы в жизни так шло время, мы бы уже давно с вами все, так сказать, отправились куда-то подальше. Так, зверье. 300, кстати, у нас мало зверья. 358 единиц зверья на, сколько там, на 4 тысячи живых людей. Живых, почти на 5 тысяч. Ребят, вы понимаете, что у нас почти на тысячу... Давайте мы повысим популяцию животных. Так. Овечки. Сюда овечек, овечек, накидаем немножко, давайте. Так. Сюда давайте тоже. Ну, блин, без животных как-то грустно, да? Сюда, сюда, сюда. Так. Кроликов. Немножечко, немножко кроликов, 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 кроликов. Сюда. Так, сюда кроликов. Надеюсь, здесь не будет, как помните, в нашем первом мире, когда в итоге в войне победили овцы. Ну, как бы это тоже нормальная тема. Так. Курочек. Немножечко куряток. Вот так, знаете, чисто поперчить, поперчить, чтобы не слишком много, не слишком мало. Кстати, вот здесь тоже не кидал. Ну и котиков, друзья, ну котиков. Ну как же без котиков? Котиков надо побольше. Обожаю котиков. Котики это лучшее, что придумало человечество после канала TurboBTV. Естественно. Естественно. Так. Все нормально. О, подождите. А здесь, подождите. Вам тоже нужно. Давайте вам котика дадим. Они жрут котика? Сраные орки. Я им дал котика, чтобы им было весело. Чтобы им было мило и хорошо. Они его съели. Точнее, они его просто убили. Изверги вонючие. Так. Здесь продолжаются битвы, друзья. Здесь продолжаются битвы за Волосинск и за Зареченск. Здесь происходит просто какая-то лютая жесть. Друзья. Ну и я думаю, что пришло самое время начать бомбежку. Извините. Так. Господа коммунисты. У вас есть бомба. Вы это знаете прекрасно. Поэтому вы отправляете бомбу на... Сюда. Омеосона. Еще можно разок. Ну еще разок. Даже два разка. Ох. Коммунисты уничтожили Омеосону. Ну и естественно, в ответ им прилетело пару метеоритов по Зареченску и по Волосинску. Все. Минус в Зареченск и минус в Волосинск. Как вы понимаете, это означает лишь одно, что это грядет битва и грядет страшная битва между розовыми и между красными. Пока что, пока что воюют только они. Ребята, давайте мы с вами для этих специальных дел построим пару мосточков. Чтобы можно было здесь спокойно вот так вот переходить. Чтобы была хорошая такая битва. Мост здесь. Строится. Здесь. Почтему бы и нет. Ну и здесь вот красные ребяточки. Строит тоже мост. Так, ну здесь они. Давайте с этой стороны они себе потушат. Так, тушить, тушить, тушить. Тушить пожар. И опять красные пошли туда. Ну что? Вот ничему жизнь не учит. Так, ну и тут, естественно, эльфы. Эльфы все себе затушат. Они все-таки маги. У них есть магия. А если они маги, у них есть магия. Значит, все хорошо. Так, ребята, как вы понимаете, потихоньку наш с вами замечательный мир начинает. Опа, смотрите, эльфы, эльфы пошли на орков. Эльфы из города Егиссора пошли на Советск. И, ребята, началось. Началось невообразимое. Началось страшное. Страшное время, друзья. Если вы не успели купить себе бункер где-нибудь, где-нибудь у Дворфов Запада, да, там продаются бункеры, то вам, так сказать, пипец. О, смотрите, можно, кстати, сбежать на этот остров и здесь жить. Почему бы тоже и нет. Смотрите, что делается. О, ребята, давайте постыдим. Давайте просто постыдим за этим конфликтом. Кто выстыд? Город Советск, либо город Егиссора. Они, смотрите, они примерно одинаковое количество жителей в том и в том городе. Жестко, друзья. Я считаю, что это реально жестко. Это прямо самый настоящий такой конфликт. У меня аж голос потерялся. Так, там ниже. Ниже вроде не дерутся. Дерутся конкретно здесь. Советск, кстати, только что Егиссора проигрывала, теперь Советск проигрывает. Ё-мое, там, смотрите, там просто 20 эльфов за одним орком бегут. Это жесть. Смотрите, а Советск-то проигрывает. Город Советск, ты что? Как же, как же идеи Сталина или кого-нибудь там. Кстати, котик, смотрите, просто бежит. Просто. Смотрите, эти два дебила бегут за котиком. То есть у них и на их город напали, а они, смотри, бежит за котиком. Они бегут за котиком. Я в шоке. Ребята, короче, смотрите, если вы не знаете, как обмануть орков, просто кидайте им котика. Хотя я бы так не сделал. Я бы лучше сам. У того самого. Лучше бы я сам кинулся к этим оркам, чтобы они меня сожрали, но только чтобы не трогали котиков. Ладно, все, ребят. Смотрите, что происходит. В Советске практически уже в два раза меньше жителей, чем в Игисоре. Ну, конечно, с математикой у меня так себе. Но это жестко. Это жестко. Почему? Да, вот смотрите. По факту, Братск должен был перебросить свои дивизии в Советск, Нововосток, Приморск, Ленинский. Но тут, так сказать, каждый сам за свою жопу, да. Вот у нас тут такое правило у всех. Опа, смотрите. Орки, орки, пошли, орки, пошли в атаку. Опа. Орки долбят Игисору. Они прямо, они, смотрите, они сразу пошли долбить мэрию, ну, ратушу. Я не знаю, как это называется. Главное здание. Смотрите, просто трясется как... Все, друзья, минус, минус мэрия, минус ратуша. Ответ, ответ. Реально опасный ответ, да, такой получился от Советска. И город Игисора просто, так сказать, получает по щам. Причем, смотрите, вот эти чуваки и пофиг, да. То есть тут у них преградичный город, их долбят. А они тут прыгают, что-то выращивают семена, пшеницу. Этого, конечно, не хватает здесь, да. Вот какой-то дипломатик. Кстати, смотрите, что делают диверсанты. Смотрите, что делают. Они пошли, пока там все отвлеклись на Советск, они пошли на Новоград. Пара человек, пара эльфов. Но я думаю, это никак не поможет. Смотрите, Игисора отбилась, кстати. Игисора вполне себе хорошенько так отбилась. И Советск, в Советске 40 человек осталось жить, в Игисоре 72. Вы понимаете, что это опасно, это жёстко. Так, здесь пока что всё нормально. Ещё, кстати, новый город появился, который я не видел. Блин, ребята, просто посмотрите. Новая Соколия, это просто, это просто огромное, реально огромное государство, огромный мегаполис. Выглядит это реально круто. Так, что здесь происходит? Здесь, смотрите, реально, всё горело и нормально, всё равно сюда пошли жить орки. В принципе, всё хорошо. Кстати, смотрите, даже сюда переехали немножко соколянские ребята, так сказать, зачем-то на остров, где происходят боевые действия. Они решили там себе сделать новый город. Да, ну почему бы и нет. Так, пока что, смотрите, пока что вроде как перемирие. И это хорошо. И это хорошо для всего, для всего свободного мира. Это хорошо, потому что война не нужна никому, естественно. Потому что, ребята, кому нужна война? Никому она не нужна. Так, тут города. Потом, я думаю, переименую те, что ещё не переименовал. Кстати, реально много городов. Смотрите, здесь уже почти места свободного нет. Вот это мне нравится. Вот разработчик красавицы. Потому что в прошлом мире, как вы помните, мне реально, мне очень не нравилось то, что, блин, город был здесь, 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 здесь. То, что они не рядом строились, а теперь мне нравится, ребят, как это происходит. Ну и плюс, периодически происходят такие, знаете, завоевания новых земель. Это тоже круто. Смотрите, здесь, кстати, обосновались нормальные себе-то корки. Потихоньку выгоняют отсюда. Я не понимаю, вот куда вы? Смотрите, сколько народу куда-то плывёт. Вот куда. Кстати, мне вот тут вот всё время... Вот мне глаза мозолит вот эта штука. Давайте-ка я её закрашу. Я кого-то убил там, правда. Ну вот так лучше, реально. А то какой-то там, какой-то квадрат непонятный был, некрасивый, он мне не нравился. Так, здесь, смотрите, дерутся. Здесь, кстати, люди какие-то дерутся. Из Соколья, что ли? Походу, да, их выгнали отсюда, смотрите, синеньких отсюда выгнали. Смотрите, реально, битва закончилась. Причём, якобы для этого ничего не делал. Они сами решили закончить битву, немножко отстроиться, советские, Гессора. Но, как вы понимаете, друзья, не может всё пройти просто так, чтобы кто-то, товарищ, чтобы какой-то товарищ простил всё, что здесь произошло. Ядерная бомба, друзья. Первая ядерная бомба в этом мире. Атомная бомба, да. Естественно, сбрасывается на Игессору. А это было жёстко, это было жёстко. Друзья, напишите обязательно, пока что я не буду отвечать, потому что здесь нужно действовать рациона. Аааа, что я сделал? Друзья, ну такое тоже бывает. Я хотел вам сказать, нужно ли отвечать на эту ядерную, на эту атомную бомбу. А получилось так, что я нахрен взорвал половину... Да, я хотел... Я же вроде выбрал дождь. Ну ладно, не страшно, друзья. Как вы понимаете, турбенте криворукий немножко. Давайте мы здесь немножко вот так вот, немножко починим. Как будто бы ничего не было. Как будто бы ничего не было. Правда, не знаю, как я там верну жизни. Ушедшие, так сказать. Так, так, я думаю, будет нормально. Давайте поменьше сделаем. Ребята, ну фейлы встречаются у всех. Вот кто играл в эту игру ещё, вот скажите. Вот у них не было таких фейлов. Я думаю, что они были у всех и так нормально. Ну немножечко, немножечко тут мы немножечко, конечно, поднасрали, да. Я, конечно, бы немножко поднасрал, тут немножко хреново всё сделал. Но как бы, друзья, честно говоря, я не виноват. Я не виноват. Это просто кто-то психанул. Из красных, да, там, из красных этих ребятюшек. Ребятюшек. Так. Здесь всё вроде нормально. Вроде более-менее всё хорошо. Но вы же понимаете, друзья, турбенте не виноват. Но это было жёстко. В Альцбуре нисколько было... Блин, ребят, я уничтожил, я уничтожил всю... Офигеть. Я просто всё уничтожил. Всех жителей, всех города. Подождите, надо им накидать эльфов. А, подожди, это же эльфа? Иди. А, вот, ладно, у них ещё есть один город. Так, Альбом, давайте побольше народу. Ребята. Блин, ребят, вот это, на самом деле, реально обидно получилось. Я так не хотел. Кидаем, кидаем. Так, уйдите отсюда. Уйдите. Ушли отсюда. Ушли отсюда. Блин, ребята, ну я реально не виноват. Я надеюсь, что вы меня не закидаете тапками, шапками в комментариях. Так, давайте деревья вернём. Деревья, деревья, деревья. Напишите в комментариях, нужно ли, так сказать, делать ответные удары. По красному братству. Потому что здесь нужно реально думать рационально. Всё-таки красное братство, это не маленькое какое-то, да, государство, которое, как бы, можно легко уничтожить. Там нужно, там нужно реально подумать. Там нужно реально подумать. Так, вот здесь уж шлёпки приходят какие-то. Подождите, я их пока что буду выгонять, потому что всё-таки мой косяк, я их прям буду убивать. Я буду их убивать жёстко. Так. Вы, вот вы тут какого хрена? Пошёл вон отсюда. Так, а чё они? Где житель-то? Убил. Ладно, мы разберёмся. Разберёмся. Ну, это, конечно, ребята, я поступил реально плохо. Поступил плохо. Вот что, значит, поторопился. Так, нужно дать, наверное, им ресурсов каких-то. Потому что без ресурсов им будет сложно. Так. Камешки. Здесь им этого хватит. Так, вам тоже надо. Камешки. Железка. Так. Вам тоже железка. Надеюсь, что всё у них будет хорошо, ребят. Ну, блин, я реально не виноват. Я не хотел этого. Ладно. Давайте на этом будем эту серию заканчивать. Обязательно пишите комментарии, что вы думаете о том, что я натворил. Пишите свои лайки. Ставьте, точнее, лайки. А подписывайтесь на канал. И тогда новая серия по Супер Ворлдбокс не заставит себя долго ждать.